Всем привет, с вами Мария Лэнд, и сегодня у меня новые идеи для личного дневника, bullet journal и ежедневника. Я продолжаю выпускать новые весенние идеи для ваших личных дневников. Предыдущие части, предыдущие идеи обязательно смотри на моем канале, там полно разных весенних идеек. А сейчас оставайтесь со мной до конца этого видео, потому что идеи будут классные, сочные, крутые. И главное, как я уже говорила, весенние повторит каждый, сможет нарисовать любой. Ну а мы с вами давайте начнем. Я написала в левом углу верхнем март, текущий месяц, который у нас сейчас идет весны, и внизу я нарисовала такие цветы. Специально не стала вам показывать, как их подробно рисовать карандашом, поэтому оставила уже все в эскизе. Я обвожу сейчас черным линером, потому что я огромное количество раз показывала, как рисовать именно и эти цветы, и вообще разные цветы. Кстати, в предыдущих частях весеннего оформления там тоже очень разных, много модификаций весенних цветов. Уверена, что каждый подберет для себя. В принципе, и эти цветы рисуются очень просто. Это такие вытянутые овальчики, главное их делать плоскими, и тогда все будет хорошо, цветы у вас получатся. Раскрашивать их можно и в голубом варианте. Я почему-то решила сделать нежные розовые. Уж не знаю, на что, на какой вид именно эти цветы напоминают, можете написать в комментариях. Но мне просто показалось, что это будет уместно сделать такую вот центровую фигуру, большой элемент, ну, слева в нижнем углу. Дальше мы уже начинаем с вами оформлять, поскольку мы делаем полезное оформление, нужное оформление. Часто у нас бывают с вами какие-то дела, какие-то планы на конкретные дни недели. В моем случае, допустим, понедельник, вторник и среда. Сейчас будем с этим разбираться. Пока слева я нарисовала такую фигурную рамочку, это просто завитушки, как рука ляжет в прямом смысле слова, прям от руки рисуете, завиваете, потом расскажу, для чего нам это нужно было. Далее, как я уже и говорила, я рисую на несколько из дней недели такие колоночки, таблички. По размеру они могут быть разные, смотря сколько информации, сколько дел вам нужно вписать. Вы можете не только планировать свои дела, которые вам нужно сделать, но если вы эту страницу делаете в личном дневнике, можете кратко, тезисно выписывать, что с вами произошло в понедельник, что с вами случилось во вторник, а что же произошло в среду. И тогда получится это на настоящей записи в личном дневнике. Просто если вы не любители много текста писать, я знаю, такие люди тоже есть у меня, кто любит там оформлять и рисовать, а писать не очень, там не очень получается. вот можно просто коротко что же с вами произошло все писать планировать может быть кто-то ходит на какие-то секции кружки и занимается где-то вот как раз специально для вас мероприятие есть такая колоночка я сюда вписала ближайшие праздники то есть это 8 марта и собственно да и еще у меня там день рождения у друзей намечается в общем я все это вписала чтобы не забыть важные даты для меня вы также это можете записать если у вас конкурс соревнования какие-нибудь если вы где-то в олимпиаде участвуете все важное для вас записывайте ну и я вместе с вами уже начинаю заполнять свои дела на понедельник вторник и среду с вами заполняю потому что уж давно очень не было такого вот оформления когда я на камеру клею наклейки пишу текст я знаю вы это любите я обожаю вас вдохновлять и в принципе планировать самый мой любимый формат планировки это когда мы пишем тезисные тексты и добавляем стикеры наклейки декоративные скотчи главное как я уже во многих видео повторялась я очень люблю стикеры декоративные именно подходящие по темам к записи к примеру если во вторник мне нужно заказать такси я максимально постараюсь найти картинку наклейку с такси или если мне нужно купить букет цветов то я клею наклейку с цветами или какой-нибудь букет что-то в этом духе я надеюсь вы уловили мою мысль можете тоже так делать сразу будет понятно о чем ваша запись далее я добавляю в некоторые места тоже какие-то стикеры наклейки вот к примеру наклейка это важно потому что в эти дни у меня действительно важное событие нужно не забыть сделать около марта я добавляю такой цветок обвожу это черным линером по контуру мне кажется что он сразу выпирает на первый план и сразу надпись заиграла и завершенный вид приобрела конечно место для заметок оставляем внизу я поставила пунктир вы можете просто сразу написать свои заметки это то что не вместится у вас в колоночке понедельника вторника или среды можете в заметке также я дописываю какие-то дела которые не влезли у меня в окошечке как раз вот устроить себе релакс обвела это в такое облачко к примеру это мне нужно будет сделать в понедельник потому что насыщенный день достаточно получается ну и написала еще такой надпись наступлением весны как бы такое крылатое выражение нарисованы цветы как будто вот все распускается все не зеленеет все расцветает зацветает вот такая страничка получилась она я уверена что украсить любой личный дневник будет также полезно вам можно адаптировать ее под личные записи своего личного дневника как я и говорила можно просто отсюда нарисовать цветы в общем берите элементы любые которые вам понравились показывала все специально подробно чтобы у каждого получилось но мы переходим к следующей идее оформления да здесь будет конечно тоже цветочная тема потому что все-таки весна а у меня эти видео посвящены именно весеннему дневнику но в данном случае здесь не будет цветов здесь будет просто другие озелененные объекты скажем так в данном случае с помощью линейки я нарисовала вот такой вот горшочек и рисую такие высокие травинки по моему это растение как-то называется правильно я на чем-то похоже на лое вот но это не оно ну в общем что-то очень красивое поэтому можете просто повторить за мной раскрашивайте можно любым зеленым цветом можно темным можно светлым как хотите и сам горшок вот этот вот длинный я решила сделать тоже таким интересным не просто однотонным а с орнаментом потому что хочется максимальной яркости у меня здесь сочетаются цвета желтый и розовый мне кажется что это отличная база сочетания цветов прям вот вообще здорово здорово берите на вооружение те люди кто пишет что не очень хорошо умеет сочетать цвета можете просто пользоваться вот моим набором и все у вас получится таким образом легким рисуются стрелки объемные красивые их закрашиваю в красный цвет чтобы привлечь внимание как-то я начала знаете оформлять снизу вверх страничку обычно я либо из центра оформление начинаю либо сверху вниз а здесь почему-то что-то пошло не так я оформление сделала снизу вверх ну да ладно дальше обычным маркером проставляю кружочки кстати эти кружочки в цвет горшка идут то есть они тоже розовые и желтенькие это тоже такой прием такая фишка чуть повыше ну почти в центре скажем так я рисую еще один горшок тоже длинный только уже орнамент горшка по-другому выглядит это такие полукружки и в центре будет просто закрашены другим цветом догадались что я рисую да это кактусы обожаю кактусы у самой дома они есть и кстати говоря у меня один раз даже зацвел кактус ставь лайк если ты тоже обожаешь кактусы потому что это серьезно очень круто вот нарисовать вам предлагаю в этом горшке 5 таких кактусят опушить их иголочками и дальше прорисовать им уже внутри такие дугообразные полоски раскрасить их всеми цветами зеленого которые у вас только есть от самого светлого к самому темному можно даже цвет морской волны взять ну и сам горшок как я говорила я уже крашу желтый сочетаю с голубым тоже по моему очень здорово и вверх направляют две такие же стрелки как и снизу тоже закрашиваю в красный цвет получилось уже страничку нас объединена в единую композицию чтобы еще больше объединение было я использую опять же таки голубой и розовое сочетание цветов дальше сверху рисую вот такую вот кляксу обвожу и пишу в ней текст лучшее за март то что произошло или произойдет то есть по окончании месяца вы будете вписывать что же такое с вами произошло хорошего за март а дальше можно нарисовать такие квадратики особенно у кого блокнот в клеточку это будет очень легко сделать потому что вы просто будете обводить квадратики и пишите что вам нужно сделать или куда поехать у меня вот к примеру нужно будет купить еще один кактус поездку организовать мне там нужно будет съездить вот и когда я это дело выполню я проставлю зеленую галочку вам для примера сверху показала также я вам предлагаю написать место выделить для фокуса месяца фокус месяца если кто не знает это самое главное самое важное что нужно вам успеть сделать в течение марта также может быть фокус недели тут уже кому что удобно также поездки на март у меня это очень разъездной месяц мне нужно будет много где побывать поэтому это я тоже оставляю пишу куда мне нужно будет съездить если у вас вдруг какие-то мероприятия не поездки тоже можете это записать здесь уже на свое усмотрение в комментариях обязательно напишите какая из страничек вам понравилось больше всего а еще у меня к вам ребята вопрос хотите вы еще весенних идей оформления личного дневника bullet journal нравится вам такая вот яркая комиксная тема делайте еще видео именно в таком формате или вы хотите немножко другой стиль оформления напишите мне в комментариях потому что мне очень важно мне нужно это знать чтобы ориентироваться и понимать что вам нравится третий момент была с вами мария лэнд пока пока